Здравствуйте, друзья. Я попрошу Светлану зачитать вопрос. Михаил, расскажите как-нибудь, пожалуйста, об утилизации мусора в США. Много ли мусорят на улицах? Раздельно ли собирают отходы? Складируют ли на полигонах или сжигают, заботятся об экологии? Ну что, в принципе, собирают отходы отдельно. То есть, когда ты живешь в доме, и тебе от городских служб дают корзинки всякие, оно там подразумевает несколько категорий мусора, который складывается отдельно. Какие категории, Свет, ты помнишь? Там стекло, пластик в одно, бумага, картон в другое. Ну и сам мусор в третьем. Ну и сам мусор там, да. Нет, так пищевые отходы отдельно не собираются. Вот. И надо сказать, что когда мы только приехали 25 лет назад, знаете, вот после того, как мы в Москве там жили и все в одно место выкидывали, нам было такой фан с этого был, да. И мы так очень радостно собирали, там отсортировали. Мусор, ну вот вы видите дорогу, вот так вдоль дороги мусор. Ну, наверное, мусорят, но убирают. То есть нельзя сказать, что вот вдоль дороги накидано. Частенько вдоль дороги видно, что убирают люди, которые там проштрафились дорожными нарушениями, и им вот такую общественную нагрузку дают собирать мусор под присмотром компетентных органов. Вот они ходят, тут убирают. Ну, наверное, есть просто госслужбы, которые убирают. Ну, чистенько, да. А что там еще про мусор? Сжигают его или чего? Заботятся об экологии. Заботятся. У нас в Калифорнии об экологии уже так заботятся, что даже уже думаешь, в порядке ли эти люди вообще мозгами. Но, ну да, заботятся, заботятся. Уж как они там утилизуют, я не знаю. Никаких костров мусорных мы не видим. Вот, то есть они как-то это так делают культурненько. Мусор куда-то свозят, в том числе строительный мусор, за денежку все. Все в разные места, да. Строительный мусор в одно место. Тут у нас, мы купили что-то, и у нас остался картон и пенопласт. Ну да, от упаковки. Да, от упаковки. Так они не захотели пенопласт забирать в одной бочке с картоном. И в результате не забрали картон тоже. Приехала машина, да, которая должна была бы картон забрать. Но поскольку там среди картона был пенопласт, они не стали забирать ни того, ни другого. И мы... Непонятно, куда пенопласт не забрали. Еще нам повесили там тикет какой-то и говорят, разберите, а то вообще не будем забирать. Ой, смотри, уже началась везде эта самая... Мимоза, да. Вот справа видели. Грана, слушай, февраль месяц. Февраль месяц еще не начался. Сегодня 30 января. Очень рано в этом году. Да, она вся обвешена была. Ты видела, да, она прямо... Очень красивая. Мимоза была красивая, да. Да, вообще вдоль по этому хайвею частенько мимозы растут. Но вот сейчас что-то, да, наверное, от дождей. Что еще про мусор? Я не знаю, тут много не скажешь. Более-менее чистенько. Наверное, есть места, где грязно. Я не знаю, где плохо убирают. Или много ссорят. Тоже не знаю. Вот по хайвею, когда едешь, всюду знаки стоят. Что если там будешь мусорить, штраф 1000 долларов. Мусорить имеется в виду, что-нибудь выкидывать в окно, там, бумажку, там, и так далее. Вот если тебя за этим делом засекут, 1000 долларов штраф. Я думаю, что это убедительно. Вот. Ну, наверное, вот такой небольшой рассказ. Счастливо. 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 Счастливо.